МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишенс для канала Брянская губерния. О наиболее заметных культурных событиях на завтра, субботу, 10 июня, расскажу вам я, Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Областной театр «Кукол» представляет спектакль «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» по мотивам одноименной руссконародной сказки. Режиссер-обстановщик Павел Акинин. Увидеть сказку о том, к чему приводит непослушание, вы сможете завтра в 11 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В музее имени братьев Ткачевых проходит выставка «Мастер и Маргаритки». Своё творчество представили народный мастер России и Брянской области Людмила Силакова и её ученики. Достигнув технического совершенства, она разрешила себе прикоснуться к духовным святыням, иконам. Работа над ними стала для автора подлинным откровением. Посетить выставку вы сможете завтра с 10 до 18 часов. Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» приглашает всех желающих посетить уникальное место, где осенью 1941 года были сформированы первые партизанские отряды. Вашему вниманию предстанут мраморные обелиски, воссозданные партизанские землянки, а также подлинные экспонаты музея «Партизанская слава» и выставка боевой техники под открытым небом. Посетить мемориальный комплекс вы сможете завтра с 9 до 19 часов. На Кинотавре представят проект «Счастье. Это» направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов. Итогом конкурса станет киноальмонах, состоящий из семи историй о счастье. Он выйдет в прокат в марте 2019 года. А что завтра, можно посмотреть в кино. Приключенческий боевик «Мумия». Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена древняя царица. Нистовая ярость, сокопившаяся за тысячелетия заточения в ролях Том Круз, Рассел Кру и другие. Российская драма Анна Каренина «История Вронского». Спустя 30 лет после гибели Анны Карениной, граф Вронский, находясь на полях русско-японской войны, рассказывает историю их любви. В ролях Елизавета Боярская, Максим Матвеев и другие. Фантастический боевик «Чудо-женщина». Принцесса Амазонок покидает райский остров с тем, чтобы справиться с угрозой во внешнем мире. Приключенческий боевик «Пираты Карибского моря» «Мертвецы не рассказывают сказки». В пятой части Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель – ужасный капитан Салазар. Комедия «Спасатели Малибу». Пляж находится под угрозой исчезновения. Что предпримут спасатели? Французская комедия «Жмот» – музыканта серьезный недостаток. Он невероятно скуп, но его мания экономит, столкнется с неожиданным препятствием. Фильм Андрея Звядинцева «Нелюбовь» пройдет в кинотеатрах «Люксор» и «Синемаклаб». Семейный мультфильм «Подводная эра» – колония удивительных морских существ отправляется за помощью на другой конец океана. Мультфильм «Спарк. Герой вселенной» представлен в кинотеатрах «Райпарк» и «Люксор». Фильм «Ужасов. Чужой завет» проходит в кинотеатрах «Райпарк» и «Синемаклаб». Мультфильм «Трио в перьях» смотрите в кинотеатре «Люксор». Фантастическая драма Гая Ричи «Меч короля Артура» пройдет в кинотеатре «Синемаклаб». Свой день рождения сегодня отмечает американская киноактриса Наталья Портман. Обладательницей премии «Оскар» она стала за роль в фильме «Черный лебедь». Чтобы подготовиться к этой роли, ей пришлось полгода тренироваться по 8 часов в день и похудеть на 9 килограммов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова